О проблемах экологии много говорят и мало делают для их решения. Как правило, по весне оттаивает столько мусора, что на уборку приходится выходить всем городом. И так каждый год. Ивановские общественники встретились с сенатором Валерием Васильевым, чтобы обсудить вопросы уборки Иванова и утилизации ртути содержащих предметов на территории региона. Мы все понимаем, насколько важны вопросы экологии сегодня, да и не только сегодня. Но, к сожалению, мы также видим, что в этом смысле очень мало делается. Сегодня у меня состоялась встреча с представителями общественного экологического движения «Мусора больше нет». Мы поднимали проблематику экологии в нашей области. Мне очень понравилось, что ребята очень заинтересованы, очень предметно говорят на эту тему. Анастасия Шакина – координатор Ивановского общественного движения «Мусора больше нет». Она уже не раз предлагала мэрии бытовые отходы сортировать на несколько контейнеров, как это принято в Европе. Пока отклик от властей нет. Вот и решили обратиться к сенатору. Однако начинать надо не с разделения контейнеров, скажем, на стекло и пластик, а с активной пиар-компанией. Произойти так называемый мусорный переворот должен сначала в сознании горожан. Рассказывать людям о том, что нельзя мусорить, в первую очередь нельзя выбрасывать мусор за окно, в лесу, у водоемов. Это просто недопустимо. И, конечно, мы как общественная организация рассказываем об этом с низов, людям непосредственно на наших встречах, на наших акциях. А хотелось бы, чтобы государство тоже провело какую-то обширную пиар-компанию, цельную вот именно на это. Мусорят, конечно, по всей стране. Но есть у Ивановской области и персональная проблема. Не отлажена система утилизации ртути содержащих отходов. Лампы, например, отправляют на переработку в другие регионы. Но через год или два такая практика может прекратиться из-за нехватки производственных мощностей. Чтобы не злоупотреблять благодушием соседей, в Ивановской области собираются строить свой завод. Оборудование уже купили. Осталось найти место. Это завод по переработке ртути содержащих отходов. Это градусники, манометры. Ну, все приборы, в которых содержится ртуть. В каком агрегатном состоянии, без разницы. То есть, будь это ртуть в чистом виде, будь это люминофор, как раз порошок, который содержится в энергосберегающих лампах, заводу без разницы. Есть ртуть и в энергосберегающих лампах. Если разбить даже самую небольшую, то радиус поражения по площади примерно будет равен Ивановскому цирку. Если у вас в офисе, либо дома произошла такая неприятная ситуация, как бой подобных вещей, градусников, вы должны позвонить либо специализированной организации, либо проконсультироваться в МЧС, что с этим делать. Ни в коем случае к этому нельзя относиться с прохладцей, потому что ртуть – это самый опасный из всех элементов, с которым человек имеет обращение в быту. В городе только одна организация занимается сбором люминисцентных ламп. В идеале, использованные осветительные приборы нужно отдавать туда или хранить дома, так сказать, до лучших времен. Сенатор Валерий Васильев пообещал ускорить решение вопросов утилизации в Ивановской области. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.